здравствуйте у нас прямой эфир назвали мы его от трагического до комического или до комичного действительно все что происходит в нашей жизни к сожалению имеет вот такие две крайности или очень трагично и действительно вызывает если не улыбку и смех тоже во всяком случае достаточно самоиронично мы можем себе позволить рассказать о себе о том что происходит рядом с нами в нашей стране в нашем городе об этом тоже будет разговор начнем мы с трагичного буквально вчера стало известно что скончалась катя гонзюк это советник херсонского мэра который несколько недель там тому назад облили по моему серной кислотой и собственно говоря в череде трагических событий которые происходят каждый день в нашей стране это не выглядело так страшно потому что сохранялась надежда что она выздоровеет потому что ее перевезли в ожоговый центр в киев киевский ожоговый центр и была надежда что все как-то обойдется да это бог но к сожалению бог не помог и вчера вернее ночь на вчерашний день она скончалась киевском ожоговом центре это еще одно покушение которое закончилось трагически это еще один факт того при этом я должен заметить что виновник этой трагедии был арестован он пойман и он существует в отличие от десятков и сотен других подобных случаев и как заявили сегодня в генеральной прокуратуре ему грозит огромное наказание хотя хотя ну как вы знаете хотя и так я хочу представить вам моего сегодняшнего гостя игоря вадимовича киселева обозревателя журналиста критично мыслящего журналиста со своеобразным видением и прошу прокомментировать вот это трагедии добрый вечер таргетия но был первый который бросается в глаза с 2014 года наши правоохранители себя не пришли то есть как вынуждены были констатировать тогда после после моих событий майдана была деморализация полиции правоохранителей она и осталась неуверенность в своих действиях не умение пресекать начиная с мелкого хулиганства потом с круп доходя до крупного до данном случае все закончилось смертью во всем что вы рассказали все правда но вот подчеркиваем да сначала это было квалифицировано как хулиганство потом как покушение и только после того как Екатерина не стало это стало статью убийства и вот таких вот хулиганств у нас много то есть выстрелил человек с травматического пистолета с ним провели беседу и отпустили то есть он может выйти взять другой травматический пистолет и все продолжается это первая часть этой трагедии которая пугает и второе как вы правильно заметили задержано четыре тех кого считают исполнители в том числе непосредственный исполнитель общественность считает что не не установленные заказчики так вот все четыре исполнителя прошли это и смерть кати доказывает еще раз все опасность происходящего опасность понятно что есть внешняя трагедия но при таком скажем так моральном минусе нашей родной полиции на сегодняшний день люди которые возвращаются с войны которые держали в руках оружие у которых уже просто я давайте не говорить какой другой взгляд на понятие жизни и смерти не становится опасно ведь исполнитель хотел ее просто напугать случае соус вот чем это все закончилось мне кажется ли вам простите что мы довольно часто сейчас начинаем говорить о том что люди возвращающиеся из а то ну и уже не а то тоже там да это уже не антитеррористическая операция люди возвращаются оттуда да на них как бы стоит некая печать опасности на каждом ведь это не так ведь это не так но во первых мы не знаем о психического состояния давай давайте пользоваться международным опытом в америке это была проблемой это была проблема и громадной и такое заболевание как посттравматический силу синдром это не придумки это уже доказано есть его определенные симптомы этой болезни эти люди действительно они меняют свое отношение к происходящему к окружающему они совершенно иначе смотрят на жизнь и вот это вот иначе смотрят на жизнь она очень тяжело плюс у иначе смотрят на чужой жизнь вообще и и на существующую их начинает раздражать что люди живут нормальной жизнью они трудно адаптируются социально к нормальной жизни те кто хотят адаптироваться это случается но даже те кто хотят ну то есть есть определенные ну с ними никто не работает достаточными нету достаточного количества но как на мой взгляд служб каких-то социальных психологических которые бы позволяли этим парням парням и девушкам тут гендерное отличие ни при чем как-то адаптироваться к жизни насколько я помню простите насколько я помню после вьетнамской войны в соединенных штатах это было достаточно распространенным явлением но при этом при всем ветераны вьетнамской войны получали очень серьезные пенсии они были обеспечены материально практически идеально и при этом при всем существовала вот такая такая ситуация дело в том что они даже даже вот этот материальная сторона не помогал это материальная сторона была во многом оттянута потому что пенсию получали сразу далеко не все потому что они были работоспособного возраста мне но те кто решила о том о дополнительных государственных гарантиях то есть о тех гарантиях о которых украина говорить не может но и это как бы право не спасали потому что ну вот желание взять в руки оружие что-то с ним сделать культ и умеешь она есть ну это тяжело это это очень тяжелая тема чем бы я еще бы хотел бы обратить внимание на эту тему есть вещи которые для меня вот просто непонятны да то есть я понимаю возмущение людей которые требуют сегодня во время акции которые проходят от арсена авакова отставки да то есть то можно отнести требования к нему не приводит к президенту но причем здесь генпрокуратура можно как угодно относиться господину луценко но причем здесь генпрокуратура я не понимаю то есть они есть генпрокуратура перед тем как она собирает доказательства для того чтобы представить дело в суде почему он должен пойти в отставку связи с этим конкретно делом я не знаю вот у нас есть такой вот легкий сдвиг сознания а-ля олю и на мой взгляд важно именно разбираться в каждом конкретном случае вот тут вот люди не разбираются есть возмущение набор фамилии кстати кто вкидывает эти фамилии люди зачастую не думают к сожалению ну судя по всему система нет система не работает потому что ее нет хотя хотя при всем при этом сегодня полиция которая представлена достаточно молодыми до молодыми людьми все таки еще вызывает какое-то доверие во всяком случае вызывает доверие тем что она очень другая по сравнению с тем что было патрульная полиция другая патрульная а вот в недрах ли другая полиция я например не могу сказать я думаю что вот патрульная полиция которая была организована это вот такая верхний слой полицейской системы которая в общем-то как бы порадовала на первом этапе общество а затем остановилась до которую почему начинает съедать вот это внутренняя система которая там существует а это уже совсем другая система это оперуполномоченные это следователи это дознаватели там там много разных участковый и так далее и тому подобное и это уже вот эта система которая существовала внутри вот она начинает она сильнее она сильнее традиционные да они традиционный к реформе этой системы по сути не подошли то есть сделали вот эту вот верхнюю причесочку вот а то что вот голове под причесочкой не изменилось перейдем еще важному событию которое произошло на прошлой неделе это визит президента украины в турцию где президент встречался с премьером турции с эрдоганом и встречался естественно с варфоломеем я его так называю хотя он вселенский патриарх но при этом принцем ну вы не ошиблись а все знают что и подписали они с варфоломеем подписали они в стамбуле соглашение сотрудничестве и взаимодействие между украиной константинополь патриархатом по до автокефалии но продолжение работы по до снова так получилось что ли я посмотрел российское телевидение между прочим очень зря что мы не используем российское телевидение который использует украинское в принципе своих цитатах будем так говорить и потому что российское телевидение это очень серьезно серьезно во всех отношениях полное отсутствие самоиронии полное отсутствие какой-то даже намека на самокритику полное отсутствие какой-то ну будем так говорить хоть легкой но какой-то неудовлетворенности чем-то все изумительно я посмотрел например такой есть может быть он был кличным режиссером господин киосаян такой да несколько сериалов снял он сейчас ведущий на дном центральных каналах в россии он веселится у него юмористическая программа его юмор например состоял в том что он подложил под шаги госпожи меркель некий такой треск и комментировал ее ходьбу ее прогулку как треск его суставов суставов значит естественно подложенный безумный хохот должен был символизировать хохот всей россии по поводу этой шутки ну и подобные вот юмор он присутствовал практически во всем что касалось украины визита меркель и того подобные вещи значит я не знаю мне трудно говорить о присутствии такого юмора я просто думаю что вот это напоминает несколько такую истерику истерику связана с тем что например в течение недели владимир владимирович путин появлялся на всех церковных мероприятиях которые могли только проходить он возлагал цветы и к памятнику моего однофамильца и почитаемого всеми покровского собора в москве он пытался выступать и выступал на каком-то соборе там и собрании священнослужителей он затем выступал на съезде российских обществ за границей где награждал медалями и орденами иностранных россиян будем так говорить которые внесли большой вклад в политику россии за рубежом в том числе в нидерландах там была какая-то психопатичная дама которая кричала что она любит путина значит ну и так далее и тому подобное все это напоминало такой ну я бы сказал даже не трудно определить это какая-то такая ну что ли советский союз до что а что а что удивляет я получал такие замечательные воспоминания о советском о молодости о молодости если бы на месте владимир владимирович был леонид ильич ты я бы не удивился ни в коем потому что это все вот то есть так вот у телевидения они там считают себя во-первых высшей кастой надо дать должное у нас все ругают и конечно простите что больше всего напоминала обоим молодость это о особом пути россии который говорится через каждые пять минут вы помните да и все телезрители помнят о своем собственном пути который мы в социализм это был путь расходили михаил михаил сергеевича горбачева вообще это была присказка это наш путь да наш путь да это мы все отлично помним только давайте добавить еще что подобострастия так как родилось во времена бориса николаевича ельцина мы его не видели и вот за время каденции владимира владимировича подобострастия действительно уровня леонида ильича но это еще и раздраженность большая то есть я почитал критику в том числе иностранных изданий вот этого вот подписание этого документа то есть по большому то счету это то что уже было проговорено словами то есть база этого документа то есть вот существенная его часть наверняка переговоры включали себя еще что-то да но существенная его часть это открытие я не помню как правильно термина по сути представительства вселенского патриархата в киеве не просто представительство там андреевская церковь которого наверно знают каждый украинец до который там сверху подола стоит там очень красивое здание по большому счету но у россии подоб вот такой маленький шажок он вызывает бешеную истерику невероятную вот интересно другое интересно что этими всеми истериками выдается просто элементарное желание владеть тем имуществом которые находятся в другом государстве я имею ввиду церковным имуществом я думаю что игорь я думаю что он влиять на вот влиять да на население этого государства очень интересная мысль была проговорен но я между прочим близок больше к материальной части этого а я нет вы знаете мне очень импонирует мысль которая произошла ведь путин то в своей сути он пытается быть собирателем земель да а тут он оказывается в ситуации когда они прозевали вот это вот инициативу украины по удар по созданию автокефалии о том чтобы этот процесс сделать более быстрым попытаться провести все дома сжатые сроки они эту инициативу прозвивали а то что получится что впервые за много лет то есть это можно сравнить пожалуй вот с теми республиками бывшего советского союза которые до ушли и далеко ушли например страны балтии которые откололись да и вот такое же потеря влияние русского православия для них этого это болезненно то есть церкви да но это такая украинская особенность потому что у нас есть государственные церкви которые дали были отданы в богослужения морскому патриархату тут скорее всего их передадут киевскому патриархату вот именно конкретные храмы а те храмы которые строил московский патриархат сам себе их отбирать не будут там лавры еще что-нибудь что не так глубоко а вот влияние это сильная потеря влияния и сильное усиление влияния константинопольского патриархата но самое главное вот это вот обособленности русской украинской православной церкви киевского патриархата это по ним серьезный удар я думаю что истерика во многом от этого вполне вероятно что у петра алексеевича порошенко сейчас нету достаточного количества положительных информационных поводов и он из этой темы выкручивать все втаскивая в информационное пространство но это тем более оправданно потому что это влечет за собой истерику российской федерации значит в этом есть смысл это работает да потому что огромное количество это работа съездов соотечественников россии за рубежом сегодня говорит о том что влияние они понимают что влияние теряют да благодаря даже русской диаспоре которая там существует во всех практических странах и это серьезный удар и гардиан и нью-йорк таймс они сравнивают вот этот удар да вот по одной лишь церкви с тем что происходило в тот процесс когда страны мы сейчас называем уже молодой европы страны бывшего варшавского договора убегали и вишенгену торте был отход трех прибалтийских республик глобально они наверное чувствуют это примерно близко к этому и для них этого очень неприятно да без бесконечные разговоры о своем пути особым пути о духовности на мировом православия защите православных за на другой территории змея традициях тому подобное это бесконечные разговоры которые беседы со всех сторон естественно правда надо дать должное что все во всех ток-шоу принимают участие одни и те же актеры практически они закатаны да они говорят предсказуемые вещи и видно и сидящие вокруг в зале ну зрители зрители которые по команде ассистентов аплодируют где надо и где не надо должен сказать потому что любой телезритель более-менее разумный понимает что здесь нечему аплодировать просто ну сказал здрасте и уже звучат аплодисменты но это может быть просто с театра брали да ну там принято при выходе примы да 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 у нас немного времени осталось я хочу прийти к одесскому событию так событие которое было странным довольно это праздник на дерибасовской один из известных одесских ресторатора устроил праздник на дерибасовской связи с юбилеем своего какого-то ресторана да какого-то конкретного да вот этот праздник я не знаю с кем он был согласован но во всяком случае этот праздник состоялся и вызвал разные чувства но в основном обиду в основном обиду одесситов потому что на дерибасовской появились туши убитых животных большие местные туши и это входило в оформление что летный концерт крат площадке а декорации 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 да декорации что вызвало прямо скажем негодование при этом при всем этот замечательный ресторатор который в принципе действительно очень известный и классные ресторатор красный кулинар он сегодня по моему в интернете извинился да извинился сегодня про чего сегодня я прочел сегодня могу вам сказать честно но дата стоит если я не ошибаюсь даже суббота поздний да да ну можете показать вот фрагменты этого праздника как тайна дерибасовской который вы сейчас увидите но во первых была перегороженная дерибасовская выходной день и охрана то есть это была какая-то охранная организация это не были сотрудник вот это все висит на дерибасовской когда вот все висит на дерибасовской и туда еще и не подпускали просто людей которые к празднику не имеют отношения которые не имеют пригласительных что на мой взгляд было недопустимо и вот это вот все вызвало конечно шквал эмоций и большинстве своем действительно отрицательный вот но тот факт во первых я согласен с больш тем большинством одесситов она действительно большинство ну как минимум в социальных сетях давайте будем говорить так которая осуждала эту акцию каждый со своей стороны речь шла и о том что очень резко и неадекватно себя вела охранная организация речь шла о том что перекрыли улицу по большому счету если вы пожар что было делать не очень понятно потому что въезд был только с екатерининской как визжать с другого места если вы загорелась не дай бог не знаю какая-нибудь там другом месте давайте чтобы ни на кого ничего не накликать не могла проехать пожарная скорая помощь естественно только на примыкающей улице это вполне справедливое замечание и возмущение ну и конечно души животных то есть мы должны понимать что если для кулинара это нормально он должен уметь просто это делать да если это речь касается культуре сельской то наверняка там ребенок в какой-то мере это задумывался и видел хотя бы где-то как на огороде да то есть животное вырастили его там умерщвляют для того чтобы потом использовать и потом он когда кушает он понимает что он кушает то для городских детей это шок городские дети не задумываются откуда у них на столе или супе кусочек мяса это раз во вторых есть вегетарианцы в третьих есть защитники животных вот это все недопустимо но тот факт что ресторатор отреагировал и извинился я считаю для ситуации бесценны он очень важен почему потому что с одной стороны да это нормально что общество это осуждает но с другой стороны одессе нужны события как туристическому городу попытка сделать из дня рождения ресторана заметное событие по своей сути неплохая исполнение кошмарное понятно время вышло огромное спасибо я задумываюсь по поводу вегетарианство после увиденного я задумываюсь об этом я думаю что замечательный иллюстратор сам толкнул меня на эту никогда не приходящую в мою голову мысль спасибо огромное что вы были с нами огромное вам спасибо вам спасибо уделили вредно спасибо